Привет, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на новенькую серию по War Thunder. Ну что ж, друзья, мясо начинается прямо здесь и прямо сейчас, потому что я думаю, что вы все прекрасно помните предыдущую серию, когда я гонял в War Thunder на Калиопе, и это было просто какое-то мясо. Если вы не видели эту серию, советую посмотреть, потому что такого мясного боя от меня еще ни разу не было, друзья. Я собираюсь сегодня повторить то же самое. Снова поедем на Калиопе, потому что, блин, это прям под меня машинка такая, слушайте, реально. Просто убийственная какая-то штука. Поэтому я предлагаю сразу начать, но перед этим мне посоветовали отправить данные экипажа в отпуск, потому что все-таки 4.3 боевой рейтинг у Калиопы, и поэтому ищется, ну, нужно, чтобы искали соперники именно под нее. А так получается, что у меня ищется вот по этому коэффициенту соперники, так как у меня здесь тоже... Короче, экипаж проще отправить в этот... Ой, блядь, куда я нажал? Сейчас сменить технику, отправить в отпуск, и здесь тоже сменить технику, отправить... А, не могу... А, нет, могу отправить в отпуск. Все. Теперь у нас только Калиопа, значит, все соперники должны искаться примерно такого же ранга. Друзья, мы начинаем прямо сейчас. Итак, друзья, захват Польша. Ну, это просто то, что нужно, потому что, так скажем, маленький городишко, 1.A, и, собственно, именно здесь можно устроить настоящее мясо. Знаете, я уже положил свои пальцы на ВСАД и готов нажимать четверку, потому что четверку выпускаются ракеты из этой бешеной штуки, которые просто разносят все в пух и в прах. Друзья, Калиопа. Так, значит, в принципе, ну, да, сразу идем в бой. Конечно, после перерыва, возможно, я сейчас немножко буду тупить, но, в принципе, я думаю, что вряд ли. Я все-таки недели две уже не играл. В принципе, все понятно. Калиопе реально очень просто. Друзья, я надеюсь, что вы, те, кто смотрел прошлую серию, реально заценили эту пушку, в смысле пушку, эту убийственную технику, потому что, ребят, это реально стоит того. Увидеть даже один раз просто разлетающие, разлетающихся врагов на части вот от этих ракет, это просто, ну, реально жесть какая-то. Так, я сразу, знаете, я даже не стесняюсь, я иду на точку. Естественно, мы не только будем ракетами пулять, в общем-то, все, как и в предыдущей серии. Мы будем высматривать, в случае чего лупить из ракет. Единственное, что я только помню, что нужно держать чуть выше прицел, и с этих ракет, конечно, если вдалеке попасть, очень сложно, но вблизи как нехер делать, просто расстрелять в упор. Так, друзья, кстати говоря, вот реально Калиопа, смотрите, скорость есть. Опа, подождите-ка. Вот это уже интересная хуйня. Нет, я не попал, и знаете, лучше, наверное, мы съебем подальше туда, куда-нибудь в лесок, точнее, не в лесок, а... Ай-яй-яй, вот это было близко. Вот это было близко, друзья, и знаете, наверное, сюда лучше не лезть, потому что все-таки это для обычных танков, пускай они там разбираются, а нам нужно реально как-то пораникнуться и попасть в пекло, и вот там уже устроить полное мясо, друзья. Хотя вот здесь вот сейчас мы аккуратненько выезжаем, и... Нет, я пока не могу нацелиться, сейчас, подождите. Лучше сделаем еще разок вот... Ага, он мне попал, он мне попал, друзья. Слушайте, как-то... Ладно, рискну. Газ в пол, и вот сюда вот нам нужно проникнуть. Опа, по-моему, попал немножко в меня, чувак, но не критично. Так, отлично, мы приближаемся к точке А, друзья, единственной точке. И, скорее всего, сейчас будет просто что-то невероятное, я надеюсь. Ракетами я то не дострелю до того чувака, а вот здесь вот надо уже искать кого-то, я немножко переживаю. Так, 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 чувак, ну что, доброе утро. Давай, 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 попадаю же. Ну, ёпта, все-таки слева были, ребята, другие чуваки. Вот, слева меня пронзили, и на самом деле у меня есть шанс починиться. Нет, уже нет шанса починиться. Неудачно, неудачный заход, потому что я все-таки вылез. Видите, меня с другой стороны просто-напросто пронзили, пробили мне экипаж, и это была проблема, это была реально проблема. Ну что ж, будем действовать тогда более аккуратно, хотя на самом деле, на самом деле на этой технике надо действовать реально напролом. Просто неудачно зашел, и так получилось, что с двух сторон меня просто пронзили, и это было нелепо. Ну ладно, друзья, мы не сдаемся, потому что я хочу устроить сегодня реальное мясо. Мы двигаемся снова, как-нибудь сейчас посмотрим. На самом деле я думал, что это будет изи на таком участке, но здесь слишком много домов, слишком много углов, и изо всех углов меня постараются сразу вынести. Я не могу даже сосредоточиться на одном враге, потому что сразу появляется какой-то другой, и они тоже стараются, конечно же, меня вынести. Нам нужна что-то, друзья, какая-то тактика. Пока не могу сообразить, но я думаю, что сейчас мы устроим. Мы должны устроить веселую жизнь нашим соперникам, нашим врагам. И, собственно, я предлагаю сейчас завернуть сюда. Надо держаться с ребятами в любом случае, со своими. Вот, в принципе, мы потихоньку двигаемся к точке А, но все равно точку А пока контролят враги. И нам нужно, конечно же, ее перехватить. Так, друзья, ну что ж, я предлагаю пока ехать вперед. Вроде пока на горизонте никого не виднеется, кроме наших союзников. Друзья, я немножко переживаю, потому что я надеюсь все-таки, что... Так, 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 хорошо, хорошо. Вот здесь вот у нас никто нас не будет встречать. Отлично, пока едем. Пока едем, друзья. Вот там уже есть танки. Стоп. Вот сейчас, возможно, блядь, посмотрим по карте. Прямо никого, слева, значит, все. Все слева, друзья. И, ага, здесь у нас дом. Отлично. Тогда выбираемся. И, друзья, нужно сейчас подобрать нужный ракурс для того, чтобы устроить полную... Давай! Есть! Минус один, друзья. Минус один. Вот того. В него не попадаю. Нет, попадаю. Еще немножко из ракеты. Критические повреждения. Бьем еще его. Давай, давай, давай. Еще из танка. Икс-2 попадание. Давай, давай, давай. Ракета его добить. Блин, я не попадаю в него. Перелетает, а так не долетает. Во-во-во-во. Вот так вот. Блядь. Что я делаю? Сейчас все будет, друзья. Еще, еще, еще. Икс-2 попадание. Нормально. Давай! Слушайте, критические повреждения. Надо его добивать срочно. Нужно его срочно добивать. Чуть выше. Отлично. Попадание так есть. Еще, 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 еще. Давай, лети, лети, лети. Я хочу его убить. Еще попадание. Добиваем из пулемета. Делаем все возможное, чтобы его вынести. Я не знаю, появились ли там у нас враги. Или нет. Слушайте, какой-то крепкий парень. Давайте его добивать. Да ебта! Пожар боекомплекта ебать! Ну, как так? Ну, как так? Все-таки снова с другой стороны, по прямой, друзья, я был открыт. И снова, снова меня попали. Снова меня попали. Уничтожили. Эх. Эх, это было нелепо. Это было нелепо. Но, тем не менее, друзья, минус один мы сделали. Слушайте, ну, давайте сыграем еще по фасту один бой. Я просто сегодня готов ебашить. Мы сегодня просто максимально продуктивную серию должны сделать. Итак, захват Берлин. Собственно, снова у нас город. Снова у нас такое, знаете, ну, ограниченное пространство. Но все-таки, все-таки на Калиопе нужно ебашить именно на таких территориях. Потому что, мне кажется, это прям вот их стихия. Итак. Возрождение, друзья. А, кстати, по-моему, мы в Берлине как раз и устраивали мясо на Калиопе в предыдущей серии. Если я правильно понимаю. Только играли с противоположной стороны и начинали, короче. Так что, в принципе, друзья, мы должны. Мы должны сейчас всем показать, что здесь только один чемпион. По крайней мере, знаете, не чемпион, так скажем, человек, который управляет танком. А чемпион танк сам. Что я несу, я не знаю. Впереди уже враги, друзья. Мы близимся к точке А. И сейчас, похоже, начнется борьба за нее. Потому что я буду сражаться вот с этим чуваком. Надо не стесняясь сразу херачить по танкам. Слушайте, со всех сторон, мне кажется, я сейчас умру. Я сейчас просто на открытой территории. Вот сюда можно сдриснуть, хорошо. Лучше сюда мы упадем. Все, тихо, тихо, тихо. Только не переворачивайся. Потому что мы находились на открытом пространстве. Слева были враги. Вон один враг, по крайней мере. Всего в 17, точнее, в 170 метрах от нас. И, друзья. Может быть, его встретим? Возможно, он едет сюда. Или он не собирается со мной здесь воевать. Слушайте, я в очень невыгодном положении сейчас нахожусь. Я нахожусь среди врагов. И у меня есть такое предчувствие, что... Куда ты стреляешь, ебаный в рот? Ниже. Еще ниже. Ебашь, ебашь его. Есть. Так, все нахуй. Ебать, сколько врагов. Так, ребят, на этом берегу что у нас? Сзади меня могут сейчас спокойно просто атаковать точку. Ребят, помогайте защищать точку. Где все враги? Ой, где все наши? Где все наши? Вы захватываете точку А. Меня стреляют со всех сторон. Я не могу даже сообразить, в кого мне ебать. Ебать, поворачивайся, сука! Не успел повернуть свое дуло ебаное. И, по-моему, у меня сейчас полный пиздец. Умри нахуй! Есть! Я жить буду! Я буду жить! Мне похуй! Мне похуй вообще! Я на Калиопе. Я на Калиопе, друзья. Я чинюсь и... Сейчас, скорее всего, меня сзади атакуют. Я не знаю, что происходит сейчас. Я не знаю, что сейчас происходит. Просто 4 секунды мне нужно еще выдержать. Меня стреляют изо всех попадания. Я еще могу! Я могу двигаться, друзья! Слева враги, справа... Пиздец! Взрыв топливных баков. Меня просто разнесли на части. Я в самом пекле был. Где поддержка от моей стороны? Но нет, она, кстати, подъехала. Но я слишком далеко зашел. И благодаря мне, мне кажется, мы захватили точку А. Потому что я внес большой вклад. Я сделал рывок туда, прям к точке. И теперь остается только ее удерживать. Я надеюсь, наши ребята с этим справятся. А мы едем снова воевать. Теперь уже наша задача вынести как можно больше врагов, друзья. Я надеюсь, у нас все получится. Т-34 на наших экранах. Где-то вот там вот на радаре. Но уже исчезла. Давайте поедем по правой стороне. Фух! Фух, фух, фух. Вот это жестко. Я надеюсь, меня сейчас не попадут. Потому что просто опять открытое пространство. Не то, что нам совершенно нужно. Потому что здесь мы просто можем. Сейчас вот, нас опять летело уже. Потому что мы передвигаемся просто-напросто по полю, друзья. Нас летят снаряды. И сейчас главное нам выжить. Потому что около 4 танка. Где-то 4 танка. Да, меня сейчас пытаются стрелять. Меня попали. Меня попали, друзья. Но не сильно. Я надеюсь, что сейчас этот переезд нам... Фух, 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 фух. Фух, еще чуть-чуть, пожалуйста. Еще чуть-чуть. Есть! Кажется, мы спрятались, друзья. Вряд ли у нас сейчас уже попадут. Так. Чувак, здорово. Давай-ка мы сейчас с тобой зачистим. А, тут их даже двое. Ну что? Ну что? Давайте устраивать веселье. Так. Значит, у нас... Что у нас тут происходит, друзья? У нас тут происходит что-то жесткое, походу. Мы должны в этом, естественно, поучаствовать. Итак. Я выглядываю и вижу... Здравствуйте. Здравствуйте! Я вас не попал. Цель не была повреждена. Нелепо! Слушайте, а тут за углом прям танк стоит. И знаете, мне хочется выехать и его расстрелять. Но я не знаю, насколько это будет логично или нет. Что вы думаете рискнуть? Я думаю, что вы уже... Ёбаные самолеты. Ёбаные самолеты. Какого хуя? Почему именно в меня? Друзья, ну что ж. Кстати, к тему... В теме... К теме о самолетах. Друзья, давайте-ка мы попробуем сыграть в воздушный бой. Потому что многие попросили меня летать. И, друзья, я предлагаю сейчас именно этим заняться. И знаете, я рискну даже. Я рискну для более эпичности. Мы попробуем сыграть один бой. Самолетный реалистичный симулятор. Симуляторный, короче, бой. Приглашение. Да, как раз меня тут приглашают. Я вот выбираю воздушные реалистичные бои, друзья. Это полный пиздец на самом деле. Я не знаю, на чем лететь. Что у меня тут такое более-менее? По-моему, ДУТА, СССР, Жуковского и И-16. В принципе, это то, что нам нужно. Друзья, реалистичный режим для опытных, которым нет возрождения после смерти. Управление техникой приближено к реальному. Чтобы играть в этом режиме, необходимо пройти обучение. Надо еще обучение пройти, серьезно. Друзья, сейчас вернемся. Господи, какая же ерунда была там. Просто нужно было взлететь и посадить самолет. Очки вашей команды. Зачем мне это показали вообще? Короче, у нас, друзья, операция Корея без возрождения. Естественно, потому что мы летаем в реалистичном режиме, друзья. И мне кажется, мне полный пиздец на самом деле наступит сейчас. Но попытка не пытка. Я думаю, что вам, друзья, будет интересно это посмотреть. А я напоминаю, что, друзья, все, кто хочет поиграть в War Thunder, ссылочка находится в описании к ролику. Собственно, по ней вы получите бонусы при регистрации. А, все прозрачные? Тогда окей. Тогда окей. Друзья, ну что ж, разгоняемся. И сейчас будем взлетать. В принципе, можно уже, наверное, взлетать. Почему бы и нет. И какая тут разница нам. И мы взлетаем, друзья. Уничтожьте все цели для... Ага. Так, шасси убираем на Г. Взлет 25 очков. Спасибо, да. Спасибо. А так, в принципе, по управлению я бы не сказал, что что-то сложнее. Я не знаю. Ну, все то же самое. Просто единственное, что нужно взлетать и... И, в принципе, ну и все. Взлететь нужно. И все. И посадить самолет в случае, если нужно починиться или захватить что-то. Так, летим, друзья. Я надеюсь, что сейчас в Корее мы тут устроим настоящую какую-нибудь битву. И она будет реально интересной. Ну да, тут, конечно, уже не поперекручиваешься, как я люблю делать. Нет, немножко сложнее летать. Но не скажешь, что прям жестко. Так. Ну, собственно, летим. Летим на точке, друзья. Я надеюсь, что нам сейчас это будет очень даже... Очень даже кстати. Очень даже кстати. И мы не сразу умрем. А что-то еще успеем сделать. Не особо быстро у меня самолет. Но, в принципе, нормально. В принципе, нормально. Так. Я так понимаю, мы уже приближаемся. Приближаемся, приближаемся, приближаемся. Летим тактично. Тактично летим на нашем самолетике, друзья. Чтобы устроить сейчас что-то необразимое. Итак, наши цели где-то за горами. Слушайте. В 9 километрах самолет нашего союзника. И он летит уже там где-то вблизи. А я... А, ну в принципе, у него только самый быстрый походу самолет. Видите? Он 9 километров как-то от нас удрал. А все, в принципе, судя по радару, держатся рядом с нами. Так. Ну что? Я, в принципе, уже готов. Я готов уже сражаться. Где же враги? Где враги? Подскажите мне. Как долго? Я, по-моему, первый в нашей стае лечу. И не знаю, это хорошо или плохо. Слушайте. У нас, походу, веселье уже скоро сейчас начнется. Потому что... Враги, интересно, отмечены или нет? Я знаю, что нету точки упреждения, в которые надо стрелять в реалистичном режиме. А вот насчет помеченных врагов, пока мне неизвестно. Я думаю, что я об этом узнаю. Главное, чтобы это было не слишком поздно, когда я об этом узнаю, друзья. Нет, враги помечены. Так что все нормально. Я уже вот вижу Сандерленд. Два Сандерленда летят на нас. И, в принципе, это может означать только одно. Что, скорее всего, они сейчас будут полный пиздец. Учитывая, что я иду первый в нашей колонне. И, друзья... Ой, пиздец сейчас будет. Ой, сейчас пиздец будет. В реалистичных боях. Это, конечно, жестко. Так, 7 километров. Ну, бесполезно пока стрелять, конечно. Нужно, как минимум, еще километров на 5, наверное, на 6 приблизиться к нему. Он летит прямо на нас, друзья. Знаете, мне не нравится, что он выбрал нас в качестве жертвы. Я, можно как-нибудь вот так вот в стороночку. Потом вот так вот. И, в принципе... Не, ну еще рано, в любом случае. Еще рано. Друзья, 4 километра. Где-то он там кружит. И... Чувак, если я тебя вынесу сейчас сразу в реалистичных боях, мне кажется, я могу сразу просто гордиться собой. Потому что, учитывая, что я такой... Слушайте, я не понимаю, я в него попадаю или нет. По-моему, не особо. Может быть, еще рано. Начинать стрелять. Примерно я как-то пытаюсь... Он умер. А, он разбился. Он... А, почему он разбился, собственно? Почему он разбился? А, он не разбился или разбил? Чувак, ты разбил? Что сейчас, блядь, было вообще? Я ничего не понял. Он просто... А! Сука! Дайте мне жить! Дайте жить, пожалуйста, мне, друзья. Я разворачиваюсь. Дай... Ух, блядь, за мной хво... О, ебаный в рот. Неполный пиздец. Ебать! Взлетаем! Ну, нахуй! Ох, блядь. Так, тихо, Санек. Тихо. За мной уже пиз... Все, у меня пизда, друзья. У меня пизда. Это слишком быстро закончилось. Я помощь в уничтожении получил. Я очень рад за это, но... По-моему, мне уже не выжить, если... Я не сброшу хвост, потому что нам... За мной там... Наверное, самолеты три, походу, летают. Блядь, что-то перекрутило меня немножко. Этого не могу никак вынести. Я так не помню, живой или не живой. Хули он там приземлился. Так, надо, короче, еще раз крутануться, друзья. И пропалить обстановку. Потому что пока я дымлюсь, но, по-моему... Ай, блядь, пиздец полный. Пиздец полный! Чувак, ты живой еще или нет? Я что-то не понимаю. Все, для уничтожения... Сильно бронировали. Бомбы или... Да ну нахуй. Он непонятно там что забыл. Все, ребят, где-то на хвосте сидит чувак, который не хочет слезать. С меня. И, по-моему, никто не поможет. Я сейчас просто-напросто самоуничтожусь. Здесь... Ну, не хотелось бы, конечно, этого. Или нет? Так, стоп. По-моему, уже никого нет за мной. Ох, пиздец. Разъебанный танк. Разъебанный танк, друзья. И мы выдвигаемся... Да я даже не знаю, куда сейчас двигаться. Вообще с таким малым количеством ХП. Потому что мне... Буквально чуть-чуть мне попасть. И я уже все откину. Ляхи. Ласты. Ласты, ляхи. Ну, в общем, вы поняли. Что, можно мост уничтожить, да? Как сбрасывать эти... Мост? Реально, можно мост уничтожить. Только не из этого, походу, надо его ебашить. А как-нибудь там скинуть, наверное, на Б, на Н. Что я сделал? Что я сделал? Что? Блядь, я что сейчас сделал вообще? Ребят, вы видели этот фриз? На секунд, наверное, 10. Где враги? Стоп, я реально, что ли, что-то скинул на мост? Что-то я не понял. Где враги? Все. Алло. Так, тихо. Главное, мне сейчас не упасть самому. Блядь, взлетай. Ой, сука, взлетай. Нормально. Нормально. Пока, друзья, живем. Пока, друзья, живем. Так, там кто-то упал. Где все враги, нихуя непонятно. Вот, в 4 километрах от нас. Там у нас, в принципе, нихуя нет. И, друзья, знаете, у нас такое ощущение, что... Осталось не так уж и много врагов. Но, блядь. Что-то мне подсказывает, что... Там никого нет. Ну, окей, хорошо. Хорошо, погнали туда. Погнали мочить того единственного, кто там остался. Кто-то нам виднеет. Все, его вынесли. Стоп, хорошо. А что у нас? Какие миссии остались? Нужно мосты подзарвать, что ли? Если можно, на него упаду, чтобы он взорвался. И все. Я не знаю, как скидывать, на самом деле, что-то на мост. Точнее, эти бомбочки. О, вон еще кто-то летает, блядь. Опять километров. Ну что, идем на пролом. Попытка не пытка. Быть может быть. Быть может быть. Мы сейчас сможем кого-нибудь уничтожить. Я вообще надеюсь. Или нас уничтожат. Хрен знает. По-моему, за мной хвост, кстати. Что-то меня ебошит кто-то. Кто-то меня пытается попасть. И... Вы видите, да, эти трассеры? Мне не очень нравятся. Но я даже не хочу палить обстановку, потому что я занят одним чуваком, до которого пытаюсь долететь. У меня особо это получается, потому что он... О, идет разворот. Друзья! А-а-а! Так, момент истины. Лоб в лоб, нахуй, идем. Ну что ж, реалистичный бой, друзья. И... В принципе... Ну, это еще рано, конечно. Он еще высоко так пиздец, блядь. Ебать, он там летает-то, а? Чувак. Не надо меня перелетать, слышь? Не надо меня перелетать, иди сюда. Я нихуя не вижу. Ну! Блядь! Ну нахуй! Похуй вообще! Блядь! Снести опасно малый эскок. Где я там вообще? Я не падаю? Я падаю, по-моему. Пиздец, меня закрутило что-то, друзья. Сейчас, ладно, хорошо. Хорошо, блядь. Я не думал, что он на такой высоте большой. Где он там? Блядь, я падаю, что ли, реально? Что со мной происходит? Я падаю, реально, тихо. Набираем высоту. Где этот чувак? К хуле он так высоко летает? Блядь, он тут! Сука! Нет! Я за тобой летел! Нет! Иди, иди! Иди и дальше летай! Я не хочу! Я разворачиваюсь! Не надо, пожалуйста! Я хочу! У меня очень мало, больно! Ай! Только, блядь! Все! Полетали! Друзья! Ну что ж! Спасибо всем за просмотр! С вами был Булкин! Я напоминаю, что ссылочка на игру в описании! При регистрации вы получите бонусы! Спасибо за просмотр! До новых встреч! Подписывайтесь на канал! Ставьте лайки! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok